В их руках даже ведьмы становятся хорошими. В столице Черноземья впервые выступил Луганский академический театр кукол. Артисты показали два добрых и теплых спектакля для детей – «Бабушкины сказки. Красная шапочка» и «Маленькая ведьма. Счастье». Как принимал юный воронежский зритель приезд луганских кукольников и что для них значат эти гастроли? Наш репортаж. Воронежскую сцену захватили страшно обаятельные ведьмы из Луганского академического театра кукол. На первые гастроли в столицу Черноземья труппа привезла спектакль о доброй, озорной, справедливой и совсем юной волшебнице, которой всего-навсего 127 лет. Чтобы вступить в колдовское сообщество, ей нужно стать хорошей ведьмой. Однако это предписание она понимает по-своему. Исполнительница главной роли Евгения Кильдебекова три года назад пришла на пробы в театр кукол и влюбилась в эту профессию и, конечно, своих персонажей. Это полноценный партнер, с которым ты работаешь. Рыжая, веснущитая, оторви и выбрось девчонка, которая, как и все дети, любит пакостить, любит как-то не вписываться, быть нелепой. Зритель, конечно, везде одинаков в хорошем смысле, потому что это дети, потому что это очень такой придирчивый зритель. И ты всегда работаешь только на то, чтобы завоевать его доверие. И когда тебе это удается, конечно, это просто очень дорогого стоит. Это единственный профессиональный детский театр на Луганщине. С рокового 2014 года не прекращал свою работу. Актеры вспоминают, это было самое сложное время, когда шли большие обстрелы и даже не было электричества. Однако тогда именно эта труппа первой дала спектакль на главной площади города. По-другому не могли, ведь они были нужны, как никогда. Работать приходилось даже без зарплаты, в условиях опасности и неопределенности. Многие не выдерживали в тяжелых условиях, безденежья и тому подобные вещи. А уезжали, мы снова делали репертуар, начинали снова с двух, четырех, восьми спектаклей. И так несколько раз репертуар этот все-таки нам удавалось создавать. И последнее, конечно, это трудное время, это, конечно, 22-й год, когда все мужчины театра ушли защищать свою родину, свою семью, свой город. Вот. Тогда театру было очень тяжело, и все легло на плечи, на женские плечи. Прекрасной половине труппы пришлось осваивать не только мужские роли, но и профессии – осветителей и звукорежиссеров. Так что спектакль «Маленькая ведьма» – яркое тому подтверждение, поскольку исполняется чисто женским составом. Однако в театр уже начали возвращаться мужчины с фронта. Люди, которые побывали на линии боевого соприкосновения, они возвращаются уже все равно не совсем теми, кем уходили на фронт. Но, с другой стороны, нести это на сцену ни в коем случае нельзя. Мы работаем с маленьким зрителем. Мы от всего этого и должны ограждать. И, наоборот, нести все с точностью противоположное. Самое светлое, самое чистое, самое доброе. Максимально их попытаться оградить от этого взрослого, сурового мира, который и так их давит. Но мы сказочники, мы должны хоть как-то делать эту детскую наивную жизнь хоть немножечко веселее, хоть немножечко радостнее. Луганские кукольники рассказывают, в военное время происходит переоценка всего и прежде ценности спокойной и мирной жизни. Наверное, поэтому местные жители еще больше тянутся в тяжелые времена к искусству. У людей, которые отобрали нормальную человеческую жизнь, они особо ценно ее воспринимают, да, в этот самый, вот как тот, как ту жажду, в первую очередь доброты. Таму подтверждение, та же самая маленькая ведьма счастья, о чем спектакль. Для других делать добро, от этого получать большущее счастье. Чем больше отдаешь, тем становишься богаче. Славно у меня выросли. Крыль. Ну, так всегда бывает, когда делаешь что-то хорошее и доброе. А, Б, это называется счастье. Большие гастроли Луганского театра кукол стали возможны благодаря поддержке Российского министерства культуры и Росконцерта. Для луганчан это возможность не только на зрителей посмотреть и себя показать, но и познакомиться и подружиться с огромным количеством единомышленников из кукольного братства, вновь обретенной Родины. Каждый город для нас своего рода экзамен. Экзамен в показе спектаклей, экзамен на аплодисменты нашего дорогого, любимого детского зрителя. Это очень важно. Но важнее еще то, что, понимаете, мы сейчас входим в российское пространство. Именно эти поездки позволяют нам войти в культурное пространство Российской Федерации. Везде нас очень по-доброму принимали, как братьев, как родных братьев. В спектакле Луганского театра кукол в рамках больших гастролей увидели зрители 11 городов. О таком радушном приеме и чутком отзывчивом зрителям мечтали давно, делятся луганчане. Ну а этот тур не просто глоток свежего воздуха. Это колоссальный позитивный заряд на долгое время. Как подтверждение той надежды, что все наладится, и веры в то, что они являются частью большой страны, и у них есть счастливое творческое будущее.